Мы с женихом купили квартиру, и все привязались к тому, что вот с женихом, вот надо было выйти за него замуж, ахаха, вот это ты ни с чем и останешься, но давайте будем честны, это не мое. Всем привет, меня зовут Алена Слепых, я учитель в прошлом, блогер и эксперт по созданию продуктов в настоящем. И это видео, как вы уже поняли из названия, о том, что мы купили квартиру, и на самом деле это случилось уже давно, мы посмотрели квартиру, наверное, еще в ноябре, в начале ноября, и в 6 декабря, по-моему, у нас состоялась сделка, потому что застройщик там документы долго готовил. Вот, и на самом деле, вот сейчас март, сегодня 1 марта у меня, и наша квартира уже практически готова, и вообще мы в шоке, как это все быстро происходит, мы в шоке, сколько, блин, это надо денег. Вы знаете, мне в видео про кредитки писали о том, что не знаешь, чем заняться, возьми себе ипотеку, но вот у нас теперь ремонт, и давайте по порядку, давайте по порядку. Мы купили квартиру в Калининграде, она 40 квадратных метров вместе с балконом, на балконе будет полноценная лоджия, да, такое полноценное рабочее пространство, там будет теплый пол, панорамные окна, и кабинет там действительно возможно сделать, просто потому что в Калининграде никогда не бывает зимой, там, не знаю, холоднее, чем минус 5, может быть, бывает минус 10, но это буквально на 3 дня, и эти 3 дня, не знаю, можно поработать и внутри квартиры. Вот, поэтому у меня там будет свое новое пространство, и там сейчас уже практически готов ремонт, вот у нас сейчас все на этапе уже полов. Так, мы пришли в квартиру, а тут везде лежит пол уже, и обои, и все выключатели, и вся красота. Это, кстати, спальня, вот тут будет кровать, там будет Никите на рабочее место, тот шкаф. Охренеть! Просто охренеть! Смотрите, как в коридоре красиво у нас люстрочка висит такая. Ну и здесь, соответственно, тоже все уже готово. Слушаться, блин, тут сна. Вот, и весь март будем дожидаться доставки, мебели, техники, вот этого всего. Вот, и до 10 апреля мы должны съехать с этой квартиры, попрощаться со всеми этими фонами и переехать туда. Да, давайте про цены, про чувства, про планы, потому что мне кажется, все это интересно. Еще очень важно замечание того, что это не мы купили квартиру, это Никита купил квартиру. И на самом деле он очень долго к этому шел, он копил, он мечтал о квартире. То есть я такой человек, который в целом для меня окей жить в съемных квартирах, для меня окей платить там 30 тысяч, да, там 35-45 тысяч, платить каким-то людям, да, а не себе в кармашек складывать. Вот, то есть для меня в целом это было окей. Но я понимаю, конечно, что когда ты снимаешь квартиру, у тебя есть там какие-то ограничения в виде того, что вот в эту квартиру там нельзя животных. Может быть, мы хотим завести собаку, но это ограничивающий фактор. В эту квартиру уже сложно там поселить ребенка, потому что первые, да, там три года это тоже вопросики с рисовашками на стенах и так далее. Вот, поэтому я понимаю, конечно, когда ты идешь в семью, когда ты строишь семью, когда планируешь расширяться, то, конечно, хочется расширяться в свое, хочется платить за свое. И очень здорово, что у меня есть Никита в этом плане, потому что, как бы, блин, я не думаю, что я бы в ближайшие несколько лет бы сама себе купила квартиру. Вот, поэтому квартира Никитина и деньги Никитины и ипотеку платит Никита. Мне писали в Рилсе, я делала Рилс, и Рилс делала, и шорты сюда тоже делала про эту квартиру, что мы с женихом купили квартиру, и все привязались к тому, что вот с женихом, вот надо было выйти за него замуж, ахаха, вот это ты ни с чем и останешься. Но давайте будем честны, это не мое. Почему? Я не понимаю, почему я должна претендовать как-то юридически или еще что-то на квартиру, которую покупает он, на свои деньги, за которую он платит своими деньгами. Почему я к ней вообще должна иметь какое-то отношение? Я дорасту и тоже куплю сама себе квартиру, и у нас будет, ну, разное жилье. То, что я буду жить в этой квартире, это уже как бы, блин, плюс, я за него не буду платить. Откуда у нас вообще вот эта ментальность, что мужчина должен заработать на квартиру в семье? Что это такое? Мне кажется, каждый должен заботиться о себе. Очень здорово, когда у вас есть, да, там партнер, который, у которого есть действительно на это деньги, который может вам обеспечить вот эту безопасность, которую он с вами с радостью большой делится. И не знаю, что в голове у людей, которые вот хотят отобрать у человека что-то не их. Это воровство вообще-то, вы не думайте об этом. Мне очень важно, чтобы каждый человек понимал свою зону ответственности. Так вот, я свою зону ответственности понимаю. Я знаю, что я покупаю в эту квартиру, что я буду покупать, на что я потом имею право, на что не имею права. Плюс я точно знаю, что если у нас будет ребенок совместный, мы по каким-то причинам потом разведемся, что я точно у разбитого корыта не останусь. Но если мы разведемся без детей, я как бы никакого права на эту квартиру не имею. Я с этим полностью согласна. А когда мы дальше, когда мы уже будучи с ребенком, будучи в семье, будем покупать следующую квартиру совместно, из совместных накоплений, из совместных денег мы будем оплачивать ипотеку, то тогда я понимаю, да, то тогда там будет действительно 50% мои, 50% его. Сейчас я, ну, там 100% его, понимаете? Поэтому о том, что я дура и не попользовалась мужиком в полной мере, в которой я могла писать, не нужно, потому что мы уже выяснили, что это вообще не в моих правилах жизни. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Мне правда интересно. Я думаю, что большинство меня поддержит, конечно же, потому что, ну, мне кажется, что это адекватно. Да, когда, почему вы должны претендовать вообще на чужие деньги? Я правда думаю, что это, ну, неправильно. Вот. Что касается ипотеки, конечно же, конечно же, мы купили квартиру в ипотеку. Мы прям успели влететь в момент, когда у нас ипотека с господдержкой. Но, что самое прикольное, ипотека с господдержкой в 6% всего, не в 8%. Благодаря нашему риэлтору мы прям успели влететь в эту ипотеку с господдержкой, когда еще первый взнос был, должен был быть 20%. И еще она же нам подсказала, что мы в банке можем купить 2%, минус 2% к ипотеке. То есть мы в спиртбанке там за 270 или 260 тысяч купили вот эти еще минус 2% по ставке. И на самом деле это очень клево, потому что, да, Никита айтишник, и, да, он мог взять ипотеку под 4%. Но там такая штука, что если вы берете ипотеку айти, то вы должны всегда работать в аккредитованной компании. А если вдруг случится так, не знаю, что мы там переедем куда-нибудь, вдруг там, не знаю, будет какая-то компания, которая в России вообще не зарегистрирована, да, или что-то еще, то или будет какая-то компания, которая не аккредитована, да, то тогда ипотека пересчитается по ключевой ставке на момент взятия квартиры. А это 16%, и это, блин, дохрена. Поэтому вот было решение просто взять обычную ипотеку с господдержкой, тем более, что Женя, наш риэлтор, нам предложила такую клевую штуку. По поводу моих чувств, по поводу моих ощущений. Блин, вы, конечно, вообще, я думаю, те, кто покупал свою квартиру, вы представляете, что такое делать для себя, что такое выбирать обои для себя, что такое плиточку выбирать, что такое выбирать фасады мебели. Но вот здесь тоже, да, мы, конечно, взяли дизайнера, тоже там в ей в итоге получается, что мы платим не так много, там получается всего 150 тысяч за вот все там три месяца нашей с ней коммуникации. Она составляет и вот этот план для строителя, и визуализацию делает для нас, и она курирует работу строителя, она скидывает готовые ссылки, то есть мы ничего сами не ищем. Она скидывает все ссылки просто на утверждение, такое или такое, такое или такое. Вот, и мне это безумно нравится, потому что я даже не представляю, что было бы, если бы я бы сама во все в это погружалась. Во-первых, где, блин, это вообще брать, а дизайнер знает, а где дешевле, где лучше и так далее. Вот, поэтому я просто вообще в восторге. Плюс у нас это ремонт с сопровождением, то есть она туда выезжает, смотрит, какие-то подмечает косяки строителя, что тоже немаловажно. У нас работает один строитель, и он начал 15 января, представляете, вот сегодня 1 марта, и он уже докладывает пол. То есть там уже вообще все готово, и он просто ждал пол, потому что вот пол дольше всего ехал. И на самом деле все происходит очень быстро из-за того, что это сроки сжимаются. Соответственно, в эти сжатые сроки нужны деньги, и нужно, короче, это очень стрессово, потому что, конечно, когда ты там в месяц тратишь по 400-500 тысяч только на ремонт, это очень внутри создает это чувство какой-то небезопасности. Но зато да, как мне многие сказали, теперь зато получается понимать, зачем вообще нужны деньги действительно, куда их вообще можно тратить. Можно покупать кухню, можно покупать фанну, ура! Можно покупать офигенно классный диван. И, блин, на самом деле, конечно, конечно, я очень рада, я очень рада тому, что мы переедем в свою квартиру. И я пока еще не представляю, что это такое жить в квартире своей, где можно будет делать что хочешь, где можно будет рисовать на балконе, не застилая все килограммами целлофанов, потому что бы никуда ничего не брызнуло, не дай бог. Вот, куплю себе идеальное кресло, оборудую идеальное рабочее место, буду снимать видео в новых локациях, все для этого там сделано. У нас получается вот эти 42 квадратных метра, и кухня-гостиная такая достаточно большая, там получается 15-17 метров, и комната 15 метров. Вот, ну, коридор, туалет с ванной. И очень-очень мне нравится наш концепт. У нас будет очень много дерева, у нас будет очень много света в квартире. И мы с дизайнером выбрали сделать одни обои во всей квартире, чтобы заходишь, и вот у тебя такое большое единое пространство. Плюс у нас будет везде лежать кварц-винил единым полотном, что ты тоже заходишь, и у тебя из коридора прям во все комнаты расходятся без порожков, без ничего. Да, тоже, чтобы объемчик создать. Ну, пока что, наверное, все. Впереди нас ждет конец ремонта, переезд, оборудование, обстановка квартиры. И, конечно, больше всего я показываю в Инстаграме, в Телеграме, поэтому подписывайтесь и в Инстаграм, и в Телеграм. Буду вас там ждать. Еще подписывайтесь на этот канал. Здесь обязательно потом будут какие-нибудь влоги и рум-туры уже по переезду, потому как там у меня все устроено. Еще очень хочется сказать, не бойтесь телегировать, не бойтесь отдавать какую-то часть работы профессионалам, потому что действительно риелтор экономит кучу времени и сил, дизайнер экономит кучу времени и сил, и это на самом деле очень дорогого стоит. Поэтому, если вам нужны контакты, то все контакты в описании, если вы сейчас этим занимаетесь. Напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете по поводу съемок квартиры или покупки квартиры. Мечтаете ли вы купить свою квартиру или вы уже купили? Как вы делали ремонт своими силами или тоже обращались за помощью? И увидимся с вами в следующих видео. Старайтесь быть к себе ближе.